Подруги, смотрите, кто у нас тут! Всем привет! Итак, Анна Андреевна, давайте знакомиться. Анна Андреевна, подруги, подруги Анна Андреевна. Очень приятно. Это наш великолепный благопед, который просто покорил мое сердце. Я, кстати говоря, Анна Андреевна, должна вам признаться, так вы меня впечатлили, что грешная мысль закранилась в мою голову. Это какая? Кокаиз! И они есть, я уверена, это кокаиз. Я думаю, как бы мне вот так вот, как бы так сыграть, что у меня дефект логопедический. Позаниматься с вами. У нас есть клиент, с кем мы будем заниматься, потом с мамой решим. Короче, опять мне ничего. Сначала первая задача. Ну, в общем, тут у нас первая задача. Привет! Скажи подруге привет! Сегодня утро одиннадцать. Мы сейчас пойдем. Все в хорошем настроении. Рэм вроде бы настроен. И мы будем сегодня работать. Короче, Анна Андреевна, у нас сегодня первая работа наша встреча, поэтому я буду тихонечко вот как-то вот из-под тишка пытаться снимать. С подругами мы, подруги, мы с вами будем разговаривать потом. Я буду Ане задавать кучу вопросов. Она будет всякое разное мне интересно рассказывать. Может быть, сегодня мы в конце занятия проанализируем. Нам есть что обсудить. Да, что будет. Также и вопрос, как нашу комнату всю оборудовать. Ну, в общем, какая у нас сегодня цель первого задания? Не знаю. Вообще войти в контакт, потому что это самое основное, что нужно будет сделать. Сейчас мы бегаем, прыгаем. Привет! Как дела? А нам нужно поработать. Нам нужно познакомиться с визуальным расписанием. Нам нужно понять, какие зоны в комнате есть. Нам нужно понять, что стол это рабочая зона там. Нам нужно сидеть. А до трех лет это очень сложно на самом деле. Также познакомиться со своим артикуляционным аппаратом. И вообще поработать. Познакомиться с часами, что мы работаем под часы, что мы работаем под счет. Что-то там уже происходит, мне кажется, в комнате соседей. Я слышу, надеюсь, скажем так, там не разбираются мои сумки с игрушкой. Я уверена, именно они и разбираются. Ладно, сейчас. Об этом речь у нас не так много времени, потому что зона рабочая уже там в процессе разбора. Поэтому сегодня мы все это посмотрим. Не факт, что у нас все получится. Задача у нас первая, вот, войти в контакт и вот эти границы прочувствовать. Потому что я не знаю, что сегодня будет. Опять же, у нас снег, погодные условия. Там вот захотел, не захотел куда-то пойти. А мне нужно человеку объяснить, что тут у нас логопедия. Это не просто педагогика, психология или там поведенческая терапия. Нам нужно работать. И особенно с артикуляционным аппаратом. Поэтому будем смотреть сегодня. Заниматься, конечно, все, что возможно, покажем. Честно, вы сами понимаете, должны действительно, скажем так, снисходительными быть. У нас там молодой человек работать будет. Я вместе с ним буду работать. У нас времени. А этот молодой человек и этот тоже. Работать они не очень любят. Ну, в общем, я предполагаю, что раз уж сегодня такое не игровое у нас занятие, а рабочее, то, ну, бабы, предполагаю, что Рэм будет орать. Смотрите, да, это стандартная ситуация. Я тоже хочу объяснить всем дорогим родителям, что мы входим в терапию логопедическую. Мы здесь не пришли играть. И это очень важный момент. Все, что вы будете видеть со стороны, это «Привет! Вау! Классно! Давай пять!» Но под этим есть очень такая важная база, неречевая база. И эти моменты я делаю не просто так. Я их делаю для того, чтобы ребенок раскрылся, чтобы ему стало легко. И он подумал, «О, ничего себе, все так легко, все так просто!» А потом я буду свои границы немножко, ну, скажем так, больше, 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 его прогибать, прогибать, именно в хорошем таком случае логопедическом. И он будет говорить, «О, классно! Можно и новое упражнение логопедическое сделать! О, еще и задания по сложнениям можно сделать!» и так далее. Я думаю, что это будет классно. И особенно смотреть за этим всем, ну, со стороны, я думаю, что это крутая возможность. Очень редко, когда показывают такую коррекцию, чтобы вы могли со своими детьми так же повзаимодействовать и развивать речь правильно. Ну, отлично! Я уже заговариваюсь, потому что там у меня... Да, все! Честно, я уже... Там тишина! Да, все! Там тишина! Все, я не отпускаю, заберу Рэма. А мы с тобой тут будем в камеру смотреть и за всем этим наблюдать. Покажи подругам, какой у тебя новый саксофон. А ну-ка сыграй сиренаду. Короче, я тут решила, раз у нас логопедические занятия, и мы тут дуем свечки и все такое, но саксофон тоже будет хорошим для него таким вот инструментом, чтобы... Так, Ани, телефон не надо. Ну и, в общем, ни минуты покоя. У нас гарантийкам больше нет, потому что этот молодой человек дудит, гудит на своем саксофоне и без конца играет. Так, а мы тут пока наблюдаем за Аней, что она там делает. Значит, что я подготовила к ее приезду? Я, значит, убрала огромное количество игрушек, так, чтобы минимум вообще в комнате оставался. Потом одну корзину Элади я убрала, ну, в ней, собственно, игрушки. Вторую оставила пустую, она понадобится Ане и Рэму. Потом я передвинула кроватку к другой стене, поставила стол-стул и освободила одну полку. Туда она поставит все свои пособия. И вот они там за столиком и стульчиком будут заниматься. Ну, в общем, как-то так это все выглядит. Мы с тобой будем заниматься... Это кто? Это я. Это кто? Покажи. Я. Молодец. А это Аня. Это Аня. Умничка. За столик будем заниматься. Проходи и садись. Садись за столик. Где столик? Садись. Вот это да. Садись, садись сюда. Будем играть с тобой. Садись. Часы поставим с тобой. Эту, эту или эту? Эту. А, шишка. Садись. Поп, садись. Красиво садись. Ой, как красиво. Нажимаем все-таки? У меня не получилось. Вот столько будем сидеть. Заниматься. Заниматься будем. А потом, посмотри, отдыхать и качаться. Сначала заниматься, потом качаться. Вот столько. Пик, 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 пик. Дуем. И в конце будет клад. А ну-ка открой. Пусто, ничего нет. Нужно заниматься. Садись, я тебе дам. Молодой человек, садитесь, пожалуйста. Учимся. Выбрали свечку. Будем дуть. Чик, 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 чик. Никак. Чик, 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 чик. Бери. На. Держи. Нет. Гари, гори, ясно. Чтобы не погасло. Гари, гори, ярко. Чтобы стало. Жарко. Зажигаю. Громко, красиво. Ручки. Да. Да. На попу, пожалуйста, красиво садись. Вот так кулачок. Да, 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 да. Ой, красота. Аккуратно носик. Аккуратно. Ой, горит. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Один, два, три, четыре, пять. Кто будет дуть? Подожди, кто будет дуть? Я. Я. Ура. Садись, у нас еще две свечки. Садись, садись, садись. А. Хорошо, договорились. Садись, я тебе дам. Садись. На попу, садись. Ой, у меня столько всего интересного. Аккуратно. Эту будем зажигать? Нет. Покажи. Нет. Нет. Я поняла. Эту будем? Нет. Не хотели. Будем? Тогда скажи да. Будем, но договорились. Эти убираем. Фу, убрала. Ой, садись, садись. Ну, иди сюда. Надо было сразу убрать. Тик-так, тик-так. Все нам нужно. Давай свечку. Ладошка. Гарри, гарри, ясно, чтобы не погасло. Гарри, гарри, ярко. Подожди, подожди, подожди. Чтобы стало жарко. Зажигай. Куда ты? Зажигай уже свечку. Потом. Садись. Один, два, три, четыре, пять. Ура! Часы. Слушай. 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 Часы. Заниматься. Все. Заниматься. Все. Идем качаться. Качаться. Посмотри. Качаться. Поднимай часики. Оп. Качаться. Пойдем покачаемся с тобой. Где такая штука? А ну-ка пойдем найдем. Где она? Вставай. Пойдем искать. Где она? Где она? Пойдем искать. Где ты? Давай, 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 давай. Это другая. Будем качаться. Выбирай. Это? Качаю. Или это? Это штуку? Ну, договорились. Тогда будем с тобой играть на ковре. Ой, ой, вытаскивай все. Будем играть. Кто будет играть? Я. Ты будешь играть? Ой, как классно стало получаться. Я-то не было у нас. А-а-а. Теперь ты. А-а-а. Вот это да. Держи. А-а-а. А-а-а. Держи. Громко, красиво. А-а-а. Отлично у тебя получается. Слушай внимательно. У-у-у-у-у. Ой, ой, ой. Кто? Ой, ой, ой. Ой, ой. У-у-у-у. Ой, ой, дырка, дырка, дырка. Ай, ай, потерялась. Последний раз. У-у-у. Дай Аня поможет. У-у-у. Сюда. Тяну. У-у-у. Жми на нос. Бабах будет. Один. Два. Еще. Жми. Три. А-а-а. Ой. Еще разок. Будем еще играть. Непонятно. Будем играть? Не слышу тебя. Будем играть? Да. Договорились. Хорошо. Волшебные палочки. У-у-у. Губки тянем с тобой. Как маму целуем. У-у-у. Умничка. Осталось чуть-чуть времени у нас. Часики. Помнишь, да? У-у-у. Тянем, тянем. У-у-у. 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 Хорошо получается. Еще. У-у-у. Не слышно. Как-то. Не слышно ничего. Я? Можно? Или ты? Давай слушаем. У-у-у. Отлично получилось. У-у-у. У-у-у. Еще разок. У-у-у. У-у-у. Ну, красиво, пожалуйста. У-у-у. 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 Еще два раза осталось. Нужно постараться. Я смотрю внимательно. У-у-у. 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 Хороший звук. Еще разок. Последний раз. Как маму целуешь? У-у-у. 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 Шикарно. Скорее. У нас звонок. Давай. Ежика, идем за стол. У нас столько дел. Тяни. Эх. Жми на носик. И пойдем за стол. Только голову подальше. Один. Два. Три. Четыре. А-а-а. Все. Тик-так-тик-так. За стол идем. Так. А мы тут с Грантиком сидим, наблюдаем за тем, как же у ребят там дела. Значит, когда они заходили в комнату, Аня подготовила доску. Она, кстати говоря, меня просила прислать ей фотографии из столика, коврика и там прочих зон. И я не могла понять, зачем это ей. Оказывается, она это все распечатала на специальную доску для того, чтобы ребенка подготовить и ему объяснить, как будет проходить занятие, где он будет сидеть, где он будет там играть, качаться и так далее. Ну и, собственно, чтобы он понимал, как, что будет происходить. И вот они сейчас там уже сидят. Ну, вроде, начало неплохое. Это я понимаю, что только начало. И Рэм как бы в очень хорошем контакте с Аней. Но посмотрим, как они будут там друг с дружкой тягаться, как они будут бороться, али, может быть, и не будут бороться. Очень надеюсь, что эти занятия будут иметь результат. Ну ладно, все, отправляемся обратно в комнату. Не буду больше мешать и отвлекать. В общем, будем смотреть, как у них там дела. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Палочки тут. Я тебя жду. Садись. За стол. Да, ты думал. Да, ты думал. Вот, как еда такая. А, что тут такое? Не попадешь. Не попадешь. Ба. Ой. Ба. Ой, 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 ой. Ба. Бум. Ба. Как хорошо получается. Ой, 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 ой. Не попадешь. Ба. Ба. Ура. Очень классно. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой. Сидит, ждет, смотрит, как ты плеешь. Убираю? Убрать? Пусть там сидит. Хорошо. Будем плевать. Убрала, убрала. Ушел. Ба. Класс. Еще. Ба. Вот только красиво. До конца. На попу сядь красиво. Ба. Чуть-чуть сидим. Занимаемся за столом. Ты молодец. Ба. Красиво. Что такое? Что такое? Непонятно. Что это такое? Что это такое? Готов? Поедет у нас машина. Жми. У-у-у. Еще разок. Но тогда нужно поплеваться. Давай. Три раза. Грязные. Не спеши. Попай, попай на стул. Звоночка не было еще. Ба. Ба. Ой, красота. Два. И последний раз. Три. Молодец. Машина к тебе приехала. Садись, садись, садись. Хорошо. Звоночка не было. Я тебе дам, Жука. Договорились. Давай машину запустим. Я же обещала. Жми. У-у-у. Жук идет к тебе. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Включаю? Ой. Ой. Включаю, Жука. Тебе включить? Да или нет? Да. Договорились. Жук, беги. Ой. Ой. Не хочешь что-то бежать? Устал. Ой. 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 Хочешь попробовать? Давай ладошку вот так. Он хороший, маленький. Убираю. Или оставляю. Потрогай усики у него. Ой. Ой. Пальчиком. Ой. Ушики у него такие. Не бежит, смотрит. Три раза плюемся. Поехали. Ба. Один. Отлично. В Жука будем плеваться. Не попадем. Только со звуком. Ба. Красивый звук. Жук не слышит тебя. Ба. Ба. Ой, как хорошо получилось. Последний раз. Последний. Ба. Часы у нас. Слушай. Сидим. Слушай внимательно. Стол у нас. Все с тобой. Мы с тобой заниматься все. Идем качаться. Где качалка наша? Где. Пойдем скорее качаться. Пойдем скорее. Качаться. Кидай ее. Опа. Залезаем. Залезай. Будем качаться с тобой. Кач, кач. Залезай. Нет. А можно я тогда? Ой, можно я? Можно я? А ты ее покачаешь? Договорились. Я не против за столом. Часы. Садись. За стол. Будем кормить. Будем? Да, нет. Да. Да. Ой, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Держу оладьи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Буду есть. Кормить. Давай покормишь? Кажется, непонятно. Засовывай пальчиком. Хорошенько, филошенько. Прям так и нужно засунуть. Ням-ням-ням-ням-ням. Спасибо, спасибо. Что он делает? Ест. Ммм, как вкусно. Спасибо. Еще. Хочу еще. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Покормили? Идет спать? Ням-ням. Идет спать. Смотри. Ой. Какая штука. Ой. На животик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Аня, сделай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На другую ручку можно мне? Сюда. Ой-ой-ой. На голову можно? Ой-ой-ой. На щечку можно? Ой-ой-ой. Себе на голову поставь. Ой-ой-ой. Какая жужжалка. А у меня тут есть кубики. Будем стучать молотком. Смотри, какой у меня есть молоток для тебя. Класс? Киса. Киса. Муха. Ч-ч-ч. Туча. Муха. Бусы. Эй-эй. Бусы. Мама носит бусы. А подожди, а подожди. Вот еще одни бусы. Туча, пожалуйста. Туча. Ой. Какой молоток. Муху, пожалуйста, постучите. Муха. И последняя. Киса. Ой, как классно. Абра-кадабра, абра-кадабра-бум. Вот. Ой. Стучим. Ки-са. Ой. Строим башню. Стучи. Вот сюда. Два раза. Два раза. Бу-сы. Еще кубик? Отдаю. Ф. Какой тебе? Не откручивается. Какой? Ой. Банок у нас. Еще тогда сидим. Построим башню? Да. Туча. Муха. Бусы. Ломать будешь? Ломать нет? Ой. Отпускаю. Подожди секундочку. Ой. Ой. Падает. Вау. Упала. Вот этот и стукнул. Еще разок. Кто там нарисован? Туча. Сначала покажи. Кто там? Вот неровный стоит. Кто там спрятался? Посмотри. Муха. Ха. Му. Муха. Не два раза. Два раза. Аккуратно. Кладу. Ставлю кубик. Давай последний раз и новая игрушка. Посмотри. Ки-са. Ки-са. Еще. Кто там? Я не вижу. Ааа. Бусы. У меня тоже. Смотри. Бусы. Кубики. Все. Стучи молоточком. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Стучи. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Еще достаю. Смотри, что у меня есть. Садись. Садись. Это волшебный батук. Туча будет прыгать? Будет прыгать? Не слышать тебя с ручкой, пожалуйста. Да. Ну, один раз. Да. Да. Смотри. Туча. Ой, отлично. Садись, садись, садись. Волшебное слово сказали. Туча прыгает. Так. Муха будет прыгать у нас? Садись, чего ты стоишь? Не пойму. Ставь сам муху. И ей покажем язык. Ой, муха, какой язык у нас. А ну-ка танцуй. Отпускай, пускай, пусть танцует. Так, муха потанцевала. Так. Еще одна тучка будет танцевать? Ей язык покажем? А тут сядь ровненько, красиво сядь. А-а-а. Очень хорошо. Танцуем, абра-кадабра-буб. Танцуй. Ты сказал, красивая, она потанцевала. Так. Киса будет там. Оставь, пусть лежат тут ровненько. А ты, пожалуйста, садись. Садись, Попа. Попа, садись. Угу, очень красиво. Киса ждет тебя. Ждет, чтобы потанцевать. Клади ее скорее сюда. На батут волшебный. Она не танцевала. Аккуратно, а то она бежит. Язык я и забыла показать. А-а-а. Не кричи, не кричи. Тихо. А-а-а. А-а-а. Садись, садись. Очень красиво. Танцует для тебя. Смотри. Потом будем играть. А-а-а. Аккуратно, аккуратно. Ручкой убирай. Осталось всего чуть-чуть. Звонок у нас доделываем. И пойдем играть с ежиком. Договорились? Вот у нас киса еще одна танцевать хочет. Язык ей покажешь? Давай. А-а-а. А-а-а. Киса, танцуй, пожалуйста, для нас. А-а-а. Очень хорошо. На полпу садись. А потом пойдем к ежику. А-а-а. А ежик тебя ждет. Это не то. Как ты там красиво делал с ежиком? И будет стрелять. Так красиво он ждет тебя. Последнее, пожалуйста. Последнее. Ты хочешь встать? Хорошо. Давай последнее сделаем. Муха. Очень красиво у тебя получилось. Смотри, ты сделал, и она потанцевала. Ты можешь вставать. Часы у тебя. Пик. Пойдем, покачаемся. Оставляй их здесь. Мы скоро с тобой будем заканчивать уже. Я вижу, что ты у меня устал. Ты покривлялся? Вытаскивал язык? Да. Как ты язык вытаскивал? Очень хорошо у тебя получилось. Вот это мы еще не сделали. Мы позанимались с тобой за столом? Да. Осталось совсем чуть-чуть. Слушай, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Двумя руками. Бам-бам-бам-бам-бам. Открываем. Ой. Будем с тобой играть. На ручку тебе. Оп. Давай. Где ручка у тебя? Оп. У-у-у-у. Ой, колечко. Оп. Ручка. Оп. У-у-у-у. Не вытаскивает? Не хочет отдавать желтый тебе? Корми. Спасибо. Ау-у-у-у. На. Спасибо. На. Я хочу желтый. Где? Рэм, помоги мне. Вот такой. Хочу такой. Угу. Ау-у-у. Ау-у-у-у. Ау-у-у-у-у. Ау-у-у-у-у. Ау-у-у-у-у-у. Ау-у-у-у. Ау-у-у-у. Ау-у-у-у-у. Ау-у-у-у. На. Ой, спасибо большое. Ой, как вкусно. Ммм. Ммм. Еще. Желтый. Покорми меня. Ммм. Ааа. Быстрее. На. Не слышит он тебя? На. Ммм. Себе заберешь. Ммм. Ммм. Вкусный. Попробуешь? Ммм. 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 Мммм. Мммм. Ой, спасибо. Ммм. Ммм. Давай кидай. Оп. О, зеленый. Как ты хочешь. Засовывай. Вот. Нужно хорошенько туда засунуть. Пальчиками, 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 пальчиками. Оп. Ммм. 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 Это не мой. Я хочу такой. Нет. Вот этот. Фу-фу-фу. Поправила. О, вот такой хочу. Пожалуйста. Можно мне такой. Молодец. Сам будешь? Держи тогда его вот так вот за голову. Вот так вот. А-а-а. Ммм. 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 Мммм. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, полный рот. Кидай кубик. Кидай-кидай. Он пока спрят. Ждет, пока ты кинешь. Кидай-кидай. Кидай-кидай-кидай. Вот сюда, аккуратненько. Бамс. Ой, бамс. Синий хочет. Это не такие. Вот такие хочу. Синий. Синий хочет. Правильно, вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, на. Только не забывай, пожалуйста. Ням-ням. Ой, хорошо получаю тебя. Спасибо. Спасибо. Ням-ням. Не слышно? Он тут не поймет. Ням-ням-ням. Ты ему скажи. Ням-ням-ням. Отлично. Ням-ням-ням-ням. Слушаю тебя. Ням-ням. Ням-ням. Отлично. Последний. Ням-ням. Кидаем кубик. Ура. Оранжевый. Слушаю тебя. Ням-ням. Спасибо. Ешь. На. Ой, я не успеваю. На. Ням-ням. На. Все. Накормили. Можно отдыхать. Ты сделал все задание. Ура. Сейчас. Ой, ой, ой. Пока. Ура. Кто сделал задание? Кто сделал задание это? Нет, на себя покажи. Кто сделал? Я. А потом я тебя дам. Сначала мне, пожалуйста, скажи. Кто сделал? Я. Умничка. У-у-у. Тут играем. Тут. Ты сделал? Можно чуть-чуть отдохнуть. У-у-у. Ровно держи. Ровно. 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 Давай я буду дуть, а ты лови. Лови. Готов? Да. Готов? Да. Ой, ой, ой. Лови, скорей. Лови, лови, лови. Лови. Ой, ой, ой. Жми. Мне ловить? Ловить? Пузыри твои ловить? Да. Ой, не работает. Ты же молчишь. Не говоришь волшебные слова. Ой. Ой. Все. Мало пузырей. Встань сюда. Давай посмотрим, что тут еще есть. Покрутим. Ой, холодно. Ой, будем на тебя дуть. Меняемся? На. Меня. Можно это куда-нибудь будет? На верхнюю полку. У себя. Ой, ой. Мокрая. Садись. Ты что стоишь? Не понимаю. Садись. Садись. Мы на ковре играем с тобой. Ой. Держись. Крути, 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 крути. Как она? Ой, мокрая. Ой. Ой. Нам с тобой нужно заканчивать. Пойдем за стол скоро. А пока крути. Как она крутит? Ой. В рот прям так. Идем за стол с тобой. Не успели. Давай задуем и пойдем смотреть. Ой. Расстройство. Дуть будем показывать, как ты дуешь? Ой. Садись скорее. Садись за стол. Садись. Один. Два. Три. Четыре. Попы сядь, пожалуйста. Попы. Ой, как красиво. Давай пять. Дуй. Ура. Открывай скорее шкатулку. Что там? Тук-тук-тук. Что там для тебя? Садись, открывай. И пойдем сразу смотреть. Да. Ну, нужно же открыть нам. Волшебная звездочка. О-о-о. Посмотри. Ты нашел звездочку. Она светится в темноте. Клей сюда. А у кого есть звездочка, для того динозавры. Будем смотреть. Садись. Наклейки там есть. Приклеим. Динозавра. Ты выполнил все задания и занимался. Точно? Кто занимался? Покажи, кто занимался. Я. Красиво. Я. Я. Мама. И пойдем. Я. Скорее клей сюда динозавра. Это нужно приклеить. Оп. Мама. И пойдем. Оп. Мама динозавр клеится сюда. Папа. Папа. Выбирай. Приклеим папу динозавра. Сюда приклеим тебе? Или куда? На кофту? Мама. Сюда приклеим? Нет. Нет? Мама. Покажи, какого еще приклеим? Папа. Угу. Этого? Мне красиво скажи. Да. На. Клей сам, пожалуйста. Сам доклей. Ой. Только не считай, что приклеили. Ой. Динозавр, ты куда? Сюда. Посмотри, какой ты молодец. Ты вместе с Аней сегодня играл. Качался. И поэтому я тебе отдаю эту штуку. Но она не работает. Потому что мы закончили. Мы же с тобой поиграли. Все. Пойдем. Мы позанимались. Все. Сейчас Рэм взял мухобойку, который хотел сделать все занятие. Но из-за того, что время ограничено, нужно было сделать конкретное упражнение, то добрался он до нее сейчас. Там трубочки пошли уже в ход. Но мы можем себе это позволить, потому что мы находимся на его территории. Правила закончились. Звонок у нас прозвенел. Визуальное расписание он видел, что все. И в общем-то он может делать все, что хочет. Но сейчас посмотрим, что у нас. Аня, у меня сразу вопрос. Я знаю, что у многих мамочек, у меня в том числе, как ребенку лучше заниматься. Приходить в помещение школы, где он не хозяин. Или заниматься у себя дома. Лучше приезжать, чтобы ребенок был не на своей территории. Но бывают такие реалии жизни, когда это зима. Когда у тебя второй ребенок, а может быть и третий. И все вот эти идеальные условия, они, ну, как бы, становятся не очень идеальными. Но если специалист умеет взаимодействовать с ребенком и выстраивать условия здесь, и действительно какой-то коррекционный такой процесс с определенными правилами, с определенными взаимодействиями, то имеет место быть. Мы покажем вам основные моменты, которые должны быть на занятии. Если у ребенка есть сложности вообще с пониманием речи, если есть сложности с речи воспроизведением. То есть это важно, потому что иначе ребенок вас не будет просто понимать. Вы будете от него что-то там добиваться, а он будет убегать, вы будете его возвращать, а он должен четко понимать. Вот занятие, потом я отдыхаю. Для этого у нас есть вот такая вот вещь, это называется визуальное расписание, которое вы можете сделать и самостоятельно дома у себя. И взять какие-то аналоги, также можно посмотреть в интернете или у нас на странице. Какая здесь задача? Объяснить ребенку ритуальные моменты, что есть начало занятия, конец занятия, что мы конкретно будем делать. Кто это будет выполнять и кто это будет делать вообще? Здесь мы отрабатываем я, я буду выполнять да, нет и так далее. Мы здесь делаем выбор определенной деятельности. Обратите внимание, что здесь только глаголы у нас, потому что это глагольный словарь. Так мы запускаем речь и развиваем ее. И ребенок, вообще понимание речи у нас идет от глагольной формы. И он знает сколько и что он будет делать. Также у нас есть часы, которые пикают, стоят они на полке, беленькие вот там. Потом мы вам покажем. Их можно купить в Икее. Детям они также очень нравятся. У них есть определенный звук. Они могут смотреть, вертеть, крутить. И ребенок понимает. Я сижу здесь вот столько времени. И заниматься я буду вот столько, потому что ну как бы надо. А потом я иду качаться. Это моя мотивационная деятельность, которая чаще всего нравится. Поэтому можно видоизменять. Наша основная деятельность сегодня была за столом. Мы занимались очень много, играли. Вообще сегодня было так. Мы сегодня переходили, ходили. До идеала здесь еще далеко. Но в любом случае у нас здесь было очень много положительных моментов. Много слов, которые у нас стали, скажем так, в речи использоваться. Если в прошлый раз да, вообще мы так, ну, чуть-чуть использовали, то здесь на занятии это была хорошая форма ответа. Уже даже без руки, а то есть без моторной подсказки. Также хорошее было на-ам. Мы пропевали звуки. Со звуками пока есть сложности. Также у ваших деток, если нет речи, начинайте со звуковки. А, У, И, это и артикуляционная гимнастика, и такое речевоспроизведение на первичном уровне. Это первое визуальное расписание, которое на самом занятии. Но помимо этого визуального расписания у нас есть расписание на месяц. В основном оно выглядит вот так вот. Это визуальное расписание, где мы собираем звездочки, а потом все звездочки меняем на подарок. Почему оно не настолько важно? Потому что многим детям оно не подходит. Вообще считается до трех лет понять, что у меня длинная деятельность вот такая в семь занятий. Это вообще другая жизнь на самом деле. Уже через семь занятий у меня будет. Поэтому многим детям не подходит, но нам нужно было это попробовать. Потому что мне нужно было посмотреть, замотивируется ли ребенок в данной ситуации, или все-таки пока нет. В данном случае 50 на 50. Спать уходит он у тебя. Вот это ситуация, когда на самом деле ребенку не очень мотивационно. Что мы его спрашиваем, он такой, что это за звезды? Сиди, я понял, сам в себе. Поэтому здесь мы ему помогаем, скажем так, на это еще раз посмотреть и просто используем формат занятий. Просто это у нас присутствует. Мне не нравится, мне неудобно, я же маме показываю. Приклей на стоп, как у тебя приклеится, классно? Это не стоп. Ой. Ой. А вот, кстати, вот маленький вопрос, может быть, твоя какая-то ремарка. Как ты оцениваешь вот такое поведение вот ребенка двухлежнего? Какое такое? Ну вот такое, что он тебя трогает, он вот по голове там что-то ходит. Многие говорят, господи, какой невоспитанный ребенок. Это его территория. Я с ним сейчас, у нас было 25 минут, но у нас было 35 минут, даже 38 минут, когда я с ним играла. Я принесла ему игрушки. Он вообще не до конца понимает, что я там специалист, который пришел заниматься, развивать речь. Он со мной просто как предметно взаимодействует сейчас. И, в общем-то, по его возрасту это, ну, имеет место быть сейчас, по его возможностям, которые есть. Если я его начну запрещать, с чем мы столкнемся? С истерикой, которая не будет контролируема. Я его провоцирую, потому что мы вам рассказываем на самом деле. Так бы я убрала и спокойно бы сидела, не говорила ничего. Но мне же нужно показать. А он вспоминает такой, ого, как классно, как это было интересно. Ну, то я сюда посмотрю. Поэтому вернемся, пока у нас тут молодой человек, к этому визуальному расписанию. Мы будем собирать звездочки, а на седьмое занятие у нас будет подарок и приз. То есть ребенка мы поощрим. Насколько это будет работать, будем смотреть. Дальше у нас есть ко всему этому шкатулка, потому что в самом конце мы открываем клад, где эту звездочку и находим. То есть система такая. Вначале мы приходим, понимаем, что вообще будем делать. То есть у нас есть каждое действие. Общее расписание на все время. Зачем я это все делаю? Почему я страдаю в этой комнате? Потому что я хочу получить там приз. И в конце каждого занятия я нахожу вот эти вот звездочки и собираю. Это должно висеть на видном месте. Мы найдем сейчас абстрактное место. Этим все восхищаются. Говорят, ты так классно занимался. Ты заработал звезду. Кто заработал звезду? Звезда светится в темноте. Можно заходить в ванну и говорить, посмотри, как она светит. То есть мы создаем вокруг этого ажиотаж, чтобы ребенку было интересно заниматься. Это если кратко по визуальным расписаниям. У нас есть еще один момент, что так как ребенок неговорящий, как он выражает свои эмоции, когда он не хочет, он может злиться, он может кидать игрушки, он может кричать, все что угодно. И нам нужно также это поведение, скажем так, корректировать. Здесь основной момент, который при первичной диагностике был понятен, что помогает, сложное слово, проприцепция. Это когда любой человек, ребенок делает глубокие, тянущие движения. То есть у нас есть злюнчик, который мы будем тянуть. И здесь я злюсь, чтобы было четкое понимание ребенка, какую эмоцию он ощущает. И мы будем пробовать переводить это не в негативное поведение, а в нормальное поведение, что ты поздлился, потянул. Мы будем руками работать, ногами работать. И, скажем так, даже не просто переключать внимание, а помогать нервной системе, скажем так, ощущать свои эмоции, ощущать свое тело, воспринимать, что же мне сейчас делать, как я сейчас дышу, а что со мной происходит. Не факт, что это будет работать сразу, вот это все нужно объяснять. Это представьте, как вы пришли, я не знаю, учить иностранный язык, испанский, и вы такие, и вы один, два, три раза походили, уже поняли, где парта там, где такая доска, и вам, в общем-то, спокойно и понятно. Здесь будет то же самое. Постепенно он будет заходить, понимать, что мои бредни с визуальным расписанием, это нормально, все понятно, там за карточки какие-то. Он видит это первый раз. Что сегодня также отметила, конечно, он хочет терять ТП, если кубики, то я их выстраиваю, как я хочу, если это шарики, то я буду дуть, как я хочу. Твои правила мне здесь не очень интересны. И как только они появляются и, например, становятся более жесткими, что это значит? Делай подсчет, делай как я, сделай еще раз, скажи громче, все то, что нам нужно по логопедии. Или я его трогаю за щеки, например, это тоже не совсем приятно. Я привык, а тут нужно четко произнести. Еще и сложно. То есть здесь действительно ситуация, когда артикуляционная гимнастика нужна. То есть ребенку тяжело, он не может по подражанию за мной произнести, и ему нужно тренироваться. А каждая тренировка по спортзалу, мы с вами знаем, что тяжело нам дается. О, нет, сегодня не тот день, завтра. Вот тут то же самое. Только маленький-маленький человек. Аня, подожди, Аня, ручкой покажи. Аня, дуй. Ну как? Помоги мне. Как ты дуешь? Помоги. И как? Помоги. Вот тут совсем мало воздуха. То есть даже сейчас инструкцию, которую я выдаю, она для него тяжела. Он пытается прогнуть, просто подуть, что-то сделать, не получается сам с собой поиграть. А мне нужно вывести его на такой формат, деятельность, чтобы я ему предлагала инструкцию. А давай вот так. Он такой, ну давай, я и не против. Как это будет получаться? Насчет чего? За счет снижения, снижения, снижения по деятельности. Шарики тяжело? Не вопрос. Кубиками. Кубики тяжело? И вот мы будем снижаться, снижаться на тот уровень, пока он мне, скажем так, не будет отдавать правильную инструкцию. Как это было сегодня с хомяком, где он, не вопрос, я буду говорить, на, ешь, да. То есть деятельность подходит, я готов следовать твоим правилам и что-то говорить. А моя основная задача, чтобы он больше и больше говорил. Но здесь уже, как пойдет, зависимость от артикуляционного аппарата. В данной ситуации... Я уверена, что... Старается. Я уверена, что... Это хорошо. Это тоже такое... Санкционное взаимодействие по спокойнее может стать. Еще раз хочу сказать, что здесь такая ситуация, что ребенок маленький, и ему еще сложно. То есть и в артикуляции есть сложности, и правильно вдохнуть тяжело, и переключиться с одной артикуляцией на другую сложно. Поэтому здесь зависит даже не только от меня что-то. Как я буду преподносить эту терапию с бубном тут танцевать? Это было бы очень классно, если бы только от меня все зависело. Нет, зависит от нервной системы и артикуляционного аппарата. Поэтому наша задача по чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть начинать и смотреть, что будет происходить. Насколько быстро? Пока никто не знает. Дас меня предупредила, что будет много вопросов. Вы будете их писать в комментариях. Я готова на них отвечать, конечно, вам рассказывать, потому что очень часто вы находитесь со своим ребенком дома. Вы не понимаете, хорошо ли развита речь. Или наоборот, вы видите, что она не до конца хорошо развита, но все окружающие вам говорят, да все нормально, зажди, все хорошо, мой в пять заговорил. И вы находитесь в стрессе или там тревожитесь по этому поводу. Поэтому будем разбираться вместе. Вы пишите вопросы в комментариях, и в дальнейшем у нас будут или рубрики какие-то, или другого формата видео. Всегда снимать такое занятие сложно, потому что на самом деле мы пытались и вам показать, и тут-тут взаимодействовать. А это все-таки коррекционный процесс. Здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным. Так вот, подруги, как Аня сказала, что мы в будущем будем записывать для вас разные видеоролики. Это будут и занятия, и разговорные видео, в которых мы действительно будем обсуждать все самые неудобные вопросы, все ситуации, которые мам так часто пугают и не позволяют им расслабиться по поводу развития своего ребенка. Об этом, обо всем мы будем говорить. Но на сегодня мы с вами будем прощаться. Пишите свои вопросы, комментарии, все, что хотите нам сказать внизу под этим видеороликом в разделе комментариев. А мы с вами, подружки, увидимся в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока! Пока! Рэм, скажи подруге пока! Ладно, подруги, пока! Субтитры сделал DimaTorzok